Если бы, как бы Максим Калашников создал бы собственную телевизионную программу, вот канал, так сказать, как бы назвать получше, новости фронта футурологии, то есть то, что посвящено нашему будущему, угрозам нашему народу русскому, тому, как их можно парировать, какое будущее можно построить, и сюда бы я вплел, ну, скажем, новости, которые показывают истинное положение дел в стране. Ну, сейчас посмотрите, сейчас все забивается, посмотрите, включите телевизор, кроме Украины, там, Донбасса, Юго-Востока ничего нет, о проблемах Российской Федерации ничего. Нам рассказывают, как героически борется Донбасс, я поддерживаю, но нам ничего не рассказывают, например, о том, что регионы России начинают разоряться финансово. Это страшная угроза экономике и вообще будущему Российской Федерации. Это угроза революции здесь и развала экономического. И вот вместе с футурологией показывать вот эти новости. Очень хотелось бы показывать в этом канале с фронта футурологии истинных русских, не этих эстрадных мартышек, не политологов уже надоевших, не надоевших политиканов, а вот людей в регионах, которые изобретают, говорят, а ведь люди-то продолжают работать, даже в самом там депрессивных регионе. Он, Василий Куприянов в Астрахани, решил проблему с соленой водой, блин, снабжение. Установку-то он запустил, я надеюсь, еще сам сниму об этом репортаж. Но это же золотой фонд нации. Или там Новосибирске социальная сеть планеты городов Павел Чернов делает. Это круче, чем Цукерберг на самом деле. Или там какой-нибудь Константин Урпин, который создает систему отопления новую, да, на новых принципах. И работает, так сказать, вопреки всему сопротивлению, там, комиссии положенауки и прочее. У него клиенты есть. Вот это вот становой, я не знаю, хребет нации, золотой фонд. Вот его надо показать, его сделать национальным героем. Если, а учитывая, что каждая телевизионная передача, она по аудитории на порядок больше интернет-статьи или интернет-вещания, я думаю, что такой канал бы имел бы успех, опять же, у самой думающей части населения. Ну, дураки мне не нужны, понятно, быдлу, развлекательные каналы, так сказать, как, я не знаю, каналы-то нынешнего телевидения, как у Незнайки, там, помните, как остров, где превращались люди в животных, там же только по телевизору показывали, там, в кино показывали убийства, развлечения, прочее, прочее. Вот этих пусть свиньей превращается. Мне важно с помощью такого телепрограммы вытащить думающих людей и сплотить их. Я думаю, что такой канал бы имел бы хороший успех среди такой части людей.